Пенсионерку Ларису Тюрикову в приемную у Владимира Жука привели обстоятельства. Бедственное материальное положение бывшего супруга не позволяет их общей дочери справляться с тратами, которые необходимы для поддержания жизни парализованного человека. Лекарства, предметы гигиены, питания. Пенсии в 11 тысяч не хватает. Инвалидность находится на стадии оформления. Здесь вот его чайки, что мы тратим. Ну, что дочь мы тратим. Вернее, ежедневный визит 500 рублей. На 30 дней уже 15 тысяч выходит. Самой Ларисе Анатольевне тоже необходима финансовая помощь. Диагноз «порог сердца» требует постоянного медицинского контроля. А каждое обследование стоит денег. Выслушав просительницу, помощник депутата Александр Серов сказал, что помощь постараются оказать обоим. Значит, тогда получится так. Тогда оформляете две, на него оформляете, на нее. Ну, чтобы почислее было так, что... Два обращения надо будет написать. Ему мы оплатим тогда 15 в ампер. Евгений Зорин, председатель Ленинского общества слепых, пришел с просьбой. Не для себя, для своих подопечных. Скоро планируется отмечать День Белой Трости. Хотелось бы, сказал Евгений Сергеевич, приобрести слабовидящим в подарки нужные вещи. Хотелось бы еще, знаете, говорящие часы и будильники. Они у нас просто кончились. Посетителю было предложено на бумаге изложить свою просьбу, чтобы Владимир Жук мог сам ознакомиться с ней и помочь в решении вопроса. К слову, большинство обращающихся приходят именно за материальной помощью. И последнее слово в принятии решения всегда за депутатом. А материальная помощь, он смотрит на то, что какое положение у человека. Или это инвалид первой, второй, третьей группы, или это многодетная семья, или это мама с ребенком-инвалидом, или просто люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которым необходимо там памперсы, лекарства, коляски, костыли и так далее. Ну или просто материальная помощь, там где-то минимальная пенсия. Поэтому стараемся любого человека удовлетворить. К сожалению, не всегда в приемной депутата Московской областной думы способны оказать материальную помощь. На выплату денежных средств могут рассчитывать лишь жители, зарегистрированные на территории муниципалитета.